Сахар – отличный продукт. Он дает энергию и делает нашу жизнь немного лучше. Тебе грустно? Съешь сладкий батончик и станет веселей. Устал на работе? Добавь пару ложек сахара в кофе и тут же появятся силы. С какой стороны ни посмотри, от сахара одни лишь плюсы. Не так ли? Нет, не так. Сахар вызывает привыкание. При отказе от него у человека начинаются ломки. Сахар является первопричиной возникновения десятков смертельно опасных заболеваний. Также сахар провоцирует вас есть все больше и больше, что приводит к ожирению. А еще сахар скрывается практически везде. В соках, в хлопьях, в кетчупе, в молоке. И это далеко не случайность. Мы приветствуем всех на канале Фитстарс. Сегодня в выпуске мы расскажем, откуда появился сахар, в чем его вред, сколько сахара употреблять безопасно и чем его можно заменить. Приятного просмотра. Когда-то величайшая советская актриса Раневская изрекла следующий афоризм. Я заметила, что если не кушать хлеб, сахар, жирное мясо, не пить пиво с рыбкой, морда становится меньше, но грустнее. Интересно, какие ассоциации вызывает такая фраза? Вы улыбнулись сейчас или печально вздохнули? Родиной сахара или сладкой соли, как о нем говорили раньше, считается Индия. Со времен античности и до средних веков его привозили в Европу через Египет. Кстати, изначально он считался лекарством и применялся как общеукрепляющее средство при тяжелых болезнях. Сама идея о том, что сахар можно использовать в качестве подсластителя в кулинарии, появилась только в 16 веке. В России этот продукт долгое время был доступен лишь для знати и стоил бастословных денег. Но при Александре I в 1809 году у нас открывается свой завод, производящий сахар из отечественного сырья – сахарные свеклы. С тех пор сладкая соль стала постепенно входить в наш рацион. Причем настолько основательно, что в некоторых странах появились даже памятники данному продукту. Есть такой монумент и в Чехии, где в 1843 году был изобретен кусковой сахар-рафинад. Конечно, и в 19 веке сахар был доступен лишь состоятельному классу, но давайте обратимся к статистике. В середине 19 века среднее годовое потребление сахара на человека в Европе составляло 2 килограмма. К началу 20-го столетия оно увеличилось до 17 килограммов. К 2000 году стало равняться 37, а в наши дни этот показатель докатился до отметки в 40 килограмм. Впечатляющая цифра, не правда ли? Что же из себя представляет эта сладость? Сахар – один из самых простых и быстрых углеводов. При попадании в организм он распадается на глюкозу и фруктозу. А глюкоза является универсальным источником энергии. Иными словами, сахар дает энергию и очень быстро. Но так ли это полезно? Эволюционная энергия нужна человеку исключительно для того, чтобы ее тратить. Однако, по иронии, самыми большими сладкоежками становятся люди, ведущие малоподвижный образ жизни. Им просто некуда тратить свои силы. И если много времени проводить возле телевизора или компьютера, а параллельно есть, то вся полученная энергия переходит в лишние килограммы. В умеренных количествах сахар полезен и даже необходим для нашего здоровья. Но не стоит раньше времени тянуться за десертом. Речь идет о природных источниках, богатых различными витаминами и минеральными веществами. Всю необходимую дозу для организма можно и нужно получать из овощей, фруктов, круп и молока. А вот в добавленном сахаре, то есть не в природном, а в том, который мы сами добавляем в пищу, полезных вещей не содержится. Зато калории зашкаливают. Тебе сколько сахар? Штоль кусочка. Много сахара? Вредно. И аромат у чая пропадает. Ни для кого не секрет, что избыток сахара вызывает ожирение, кариес, диабет второго типа и сердечно-сосудистые заболевания. Но это оказывается еще не весь список бонусов. Последние исследования ученых доказывают, что люди, злоупотребляющие данным продуктом, имеют повышенный риск развития болезни Альцгеймера или старческого слабоумия. Следовательно, сахар может быть полезен для головного мозга только в умеренных количествах. И желательно, чтобы он был получен из природных источников. Если вы раньше думали, что особый отпечаток на лице оставляют только табак и алкоголь, вы ошибаетесь. У перечисленных товарищей есть достойный конкурент. Оказывается, существует понятие «сахарное лицо». Слыхали о таком? Все дело в том, что сахар вызывает большие проблемы с внешностью, которые проявляются через угревую сыпь и преждевременное старение. Увы, сахарное лицо определяется по мелким морщинам на лбу и под глазами, по мешкам и по очень тонкой коже, потерявшей упругость и эластичность. И вам все еще хочется сладенького? Возможно, сторонники ЗОЖ сейчас думают, что следят за своим здоровьем, потому что покупают якобы полезный коричневый или тростниковый сахар. Действительно, этот товар позиционируется в продуктовых магазинах как элитный и экологически чистый, поэтому дорогой. Но у диетологов, к сожалению, иное мнение. По некоторым показателям, он даже более опасен для здоровья. Коричневый сахар содержит нежелательные и вредные примеси при очень небольшом количестве витаминов. Обладает такой же высококалорийностью, что и обычный. А еще он часто подделывается, и тогда покупатели, думая, что приобретают продукт здорового питания, получают обычный сахар с коричневым красителем. Бывало ли у вас такое, что после плотного обеда внезапно захотелось сладкого? Напишите в комментариях. Свежевыжатый или из пакета? Свежевыжатый. Из пакета? Свежевыжатый из пакета. Ты вообще знаешь, сколько там сахара? Ты что, больной? Ты бы еще, я не знаю, колу бы взяла. Больной. Ты в курсе, что сахар – это самый сильный наркотик в мире? Узнаете, из какого фильма эта сцена? Переходите на прошлый выпуск, чтобы узнать подробнее. На официальном сайте National Library of Medicine опубликованы результаты интересного опыта. Ученые пришли к выводу, что сахар вызывает сильнейшую зависимость. Они использовали лабораторных крыс и решили один раз в день предоставлять грызунам выбор – или полакомиться сладким, или же употребить привычную для них еду. Каждый раз крысы выбирали сахар и уже не хотели возвращаться к обычной пище. При отсутствии сладкого у животных наблюдалось состояние ломки и поведенческой депрессии. Почему же мы так подсаживаемся на него? Все дело в том, что он усиливает гормон дофамина, или так называемый гормон удовольствия. Но давайте не будем забывать, что дофамин можно получить и в процессе физических тренировок в зале, при массаже, при приеме другой вкусной еды, во время прослушивания любимой музыки и даже при взгляде на близкого человека. При отказе от сахара ни в коем случае нельзя сразу исключать его из своего рациона, чтобы не столкнуться с состоянием близким к ломке. Поэтому необходимо плавно и постепенно уменьшать суточную дозу. Если вам кажется, что данная история не про вас, и вы вообще не употребляете сахар, то, скорее всего, вы ошибаетесь. Добавленный сахар содержится не только в конфетах и тортах. Он присутствует в ряде продуктов, не считающихся сладкими, например, в хлебе, в колбасе, в соусе и фастфуде. Поэтому прежде чем что-либо купить, нужно тщательно изучить упаковку. Доводилось ли вам вести учет употребляемого сахара в день? Напишите в комментариях. Всемирная организация здравоохранения рекомендует не превышать отметку в 50 грамм на одного человека, что составляет примерно 10 чайных ложек. Давайте считать вместе. 100 грамм белого шоколада – это 15 чайных ложек сахара. Стакан молочного коктейля – 11. Один сладкий йогурт – 5. Леденец на палочке – 4. Литр морса – 20. Бокал сухого вина – 5. Сладкого вина – 6. Один бургер – это 3. А килограмм копченой колбасы содержит 20 чайных ложек сахара. Да-да, вы не ослышались. Но свет в конце тоннеля все-таки есть. И если вам не хочется получить сахарные бонусы, о которых мы уже говорили, то настоятельно рекомендуем всем. Вместо десертов и сладостей есть сухофрукты в умеренном количестве, а также свежие и замороженные фрукты. Полностью отказаться от сладких напитков и соков. Класть минимум сахара при приготовлении пищи. Заменить белый хлеб черным или серым. И не покупать соусы, переработанные продукты и полуфабрикаты. Мы не станем отрицать того, что сахар может приносить большую пользу в некоторых случаях. А вы знали, что он используется в производстве пластмасса и входит в состав автомобильного топлива. А еще обладает бактерицидными свойствами и способствует быстрому заживлению ран. Хозяйкам на заметку стоит взять тот факт, что сахар устраняет неприятные запахи, например, от специй. Проверьте сами. Насыпьте его в банку, подождите 30 минут, а затем ополосните водой. Подведем некоторый итог. Сахар дает нам быструю энергию, но вызывает сильнейшую зависимость. А также диабет, кариес, проблемы с сердечно-сосудистой системой, способствуют развитию слабоумия, провоцируют угревую сыпь и преждевременное старение. А еще неминуемо ведет к лишним килограммам и ожирению. Если часть сахарных бонусов вы уже успели приобрести, в том числе неприятность избыточного веса, то сообщаем, что и в этой ситуации есть выход. По этому поводу хочется еще раз процитировать Фаину Георгиевну. «В моем тучном теле сидит очень даже стройная женщина, но ей никак не удается вырваться наружу. А учитывая мой аппетит, для нее, похоже, это пожизненное заключение». Если вам знакома данная ситуация, учтите, что похудеть можно на fitstars.ru. Там вас ждут более 100 программ тренировок от звездных тренеров. Переходите по ссылочке в описании, получайте промокод и занимайтесь вместе с нами. Подписывайтесь на наш канал, поставьте красивый лайк этому видео и напишите в комментариях, о чем бы вы хотели увидеть следующий выпуск. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok